Джон Черчилль, первый герцог Мальборо, 16 июня 1722 года, английский военный и государственный деятель, отличившийся во время войны за испанское наследство, генерал-капитан, генералиссимус, имеет репутацию самого выдающегося английского полководца в истории, за свои заслуги был пожалован титулом и графа, затем первого герцога Мальборо, биография, сын английского политика, историка и солдата Уинстона Черчилля Элизабет Дрейк. В юности Джон Черчилль был пажом Якова Стюарта, герцога Йоркского, служил во Фландрии, потом пять лет состоял на французской службе и по возвращении в 1678 году женился на фрейлине принцессы Анны Саридженикс. Этот брак, а еще больше, связь сестры Черчилля Арабеллы с герцогом Йоркским, от которого у нее родился сын герцог Бервик, много способствовали его успеху. После вступления Якова II на престол он стал генералом-обороном Сендриджем, сражался против мятежника герцога Монмута. Именно то, что генерал Черчилль, командующий армией, предал короля Якова II и перешел с многими офицерами на сторону Вильяма, парализовало волю короля Якова, отказавшегося от дальнейшей борьбы. Пришедший к власти Вильям Аранский, ставший королем Великобритании Вильгельмом III, в 1689 году щедро вознаградил Черчилля, сделав его графом Мальборо. В 1689 году Мальборо сражался в Нидерландах, в 1690 году в Ирландии, но за участие в замыслах Яковитов против Вильгельма был удален от должности и арестован. В 1698 году он снова был приближен ко двору, но, хотя Вильгельм и дал ему главное начальство во Фландрии, блестящая перспектива открылась перед ним лишь со вступлением на престол его покровительницы Анны, назначавшей его главнокомандующим всеми английскими войсками войну за испанское наследство. Между тем как преданный ему друг, лорд казначей Годольфин, руководил внутренним управлением, в течение восьми лет оба деятеля работали вместе с беспримерным успехом. Расположение королевы было на их стороне, благодаря влиянию графини Мальборо. Возведенный в сан герцога Мальборо вместе с принцем Евгением Савойским разбил французов и баварцев при Блингереме. 13 августа 1704 года, дипломатическое искусство герцога подготовило кампанию 1706 года, которую он разбил на голову французов при Рамиле. В это время Мальборо достиг апогея своей славы. Кабинет Мальборо и Годольфина, вследствие нерасположения Тарик в войне, получал более и более вегейскую окраску, но именно в это время Роберт Харли начал при помощи придворной дамы Мэшем интриговать у королеву против могущественного герцога и его супруги. Мальборо еще раз одержал блестящую победу в кровопролитной битве при Мальплаке, но, пока он находился в походе в Англии, произошел кризис. Годольфин должен был оставить свой пост и Харли вместе с лордом Боллингбруком образовал министерство Тарий. Мальборо удержал начальство над войсками, но ему мешали во всех его предприятиях. Несмотря на его нежелание, было заключено перемирие 8 октября 1711 года. Сам он был обвинен в растратах и лишен должностей. В 1712 году он отправился в Голландию и Германию и вернулся в Англию лишь после смерти Анны. Георг I снова назначил его главнокомандующим, но он уже не имел прежнего значения. Мальборо был одинаково неутомим как полководец и как дипломат, смел, настойчив и хладнокровен, но страсть к деньгам несколько повредила его репутации. Титулы имения Мальборо перешли к внуку его подочери, Чарльзу Спенсеру, от которого по прямой мужской линии происходит Уинстон Черчилль, принцесса Диана, потомок брата Чарльза Спенсера Джона Спенсера, семья и дети. В 1677 году Джон Черчилль женился Нассари Дженнингс, дочери парламентария Ричарда Дженнингса от брака с сестрой натуралиста Мартина Листера. Их дети – Лиди Гарри Черчилль, Лиди Генриетта Черчилль, вторая герцогиня Мальборо, жена с 1698 года Фрэнсиса Годольфина, второго графа Годольфина. Лиди Энн Черчилль, жена с 1700 года Чарльза Спенсера, третьего графа Сандерленда, Джон Черчилль, маркиз Блендфорд. Лиди Элизабет Черчилль, жена с 1703 года Скруппа Эггертона, первого герцога Бриджу Оттер. Лиди Маргарет Черчилль, жена с 1705 года Джона Монтегю, второго герцога Монтегю, лорд Чарльз Черчилль.